Символ жизни и мира. Православные верующие республики поздравляют друг друга с прасхой. Накануне во всех храмах республики прошло праздничное богослужение. Священнослужители осветили яйца, куличи, пироги, Аллакачиева подробнее. Пасха – это праздник победы над смертью и вечной жизни. Заканчивается строгий пост, который православные соблюдали 40 дней. Это праздник радости, это праздник надежды, это праздник знания. Не просто мы, знаете, предполагаем, что что-то вот такое. Мы точно знаем, что Господь открыл нам дорогу в вечную жизнь. Теперь все зависит от человека, от его намерений, от его совести, от его дел, от его поступков, от его веры. И от всего-всего, что наполняет вообще нашу жизнь, так скажем, уже религиозную жизнь. И, конечно же, в этой религиозной жизни невозможно было, чтобы праздник Пасхи не наполнился своим, скажем, земным содержанием. И вот из области земного содержания – это такое, знаете, приветствие или пароль. Да, все говорят друг другу «Христос воскресе», а ответный пароль – «воистину воскресе». Главному православному празднику верующие начинают готовиться за несколько дней, в дни строгого поста. Главное – успеть оригинально покрасить яйца и заняться выпечкой куличей. Готовимся к нему, пост держим перед этим, потом яички красим, пасочки эти, чтобы благополучие было в семье, детям, правнукам, здоровье, чтобы войны не было, самое главное. В субботу двор Покровского храма в Черкесске заполняется людьми. Верующие с пасхальными корзинами отправляются в церковь и ее освящают. Батюшка окропляет святой водой прихожан и принесенные ими – символы праздника. «Определенные пищевые продукты, которые используются при разговлении, это, как всегда, крашеные яйца. Почему они такие? Есть целая история, она довольно обширная. Но идея такова, что как цыпленок сидит в скорлупе и непонятно еще, что он жив, а он уже там жив, то так и Христос был в гробе. Еще непонятно было, воскреснет он или нет, но он там был живым. И поэтому вот это яйцо символизирует для нас вот это, ну, образно, образно воскресение Христова». Во всех храмах Карачева-Черкесии прошло праздничное богослужение. На воскресение Христова у верующих принято посещать службу. В храм отправляются всей семьей в праздничной одежде. «Это святое, святое. Ждем эту Пасху, радуемся, что мы еще проживем, и все будет милей, согласней, хорошее будет все». «Пасха – это любовь, мир, благополучие. И самое главное – мир в душе и мир везде. Пасха – это святой, красивый праздник, праздник радости, праздник жизни над смертью. Любви. Да, чтобы праздник добра, чтобы все люди жили в добре, в мире, в согласии. И самое главное – здравие. А те испытания, которые Господь нам посылает, Он тоже очень много терпел. Мы должны терпеливо все принимать и побеждать, что ли». Всенушное обдение в церквях начинается около 23 часов в субботу. Во время службы священнослужители совершают крестный ход. В храмах торжественно звонят колокола, звучит тропарь. «Я хотел бы, конечно же, всем пожелать радости, которую Господь принес нам. Чтобы эта радость пришла в наше сердце, пришла в нашу жизнь, пришла в наши дома. И эта радость наполнила бы все, и настал бы мир. Чтобы мы ни с кем не ссорились, чтобы мы никого не хаяли, чтобы мы никого не осуждали, чтобы мы старались друг другу помогать. Вот пусть Господь нам в этом поможет». На Пасху принято подавать милость у ненуждающимся. Также верующие просят Бога о здравии, мире и благополучии. Алла Качива, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия.